здравствуйте еще раз доброго дня желать не буду потому что у нас тут произошло очередное событие со стрельбой пермском университете молодой человек открыл стрельбу на данный момент вот на полдень 20 сентября погибло 8 человек известно 8 погибших еще сколько-то там раненых по моему до 20 человек доходит 19 с огнестрельными ранениями 8 погибли 24 пострадали и так далее и тому подобное вот ну и естественно тут же во всех сетях во всех информационных источниках там начался на эту тему хайп истерика и так далее тому подобное вот ну ситуация достаточно простая парень увешанный какими каким-то оружием зашел там есть видео на нем в принципе это видно зашел вуз вот открыл стрельбу вот ну потом милиция значит вуз окружила его судя по всему повязал видимо ранен вот и соответственно сейчас его будут там допрашивать и все такое но уже кое-что известно вот известно например что он оставил послание сети вконтакте его уже выложили в сеть соответственно но парень суть по всему был реальный сумасшедший потому что он писал что он ну пишет что он хотел убивать вот давно это планировал и так далее и тому подобное вот и соответственно даже копил деньги наружу и естественно тут же по сетям понесся призыв как бы запрещать огнестрел для подростков и так далее и тому подобное вот ну что интересно что в том же самом послание он пишет что если бы там не было бы ствола он бы там взял машину бомбу бы соорудил нож там и так далее и тому подобное вот ну собственно вот этот тезис о запрещении огнестрела там для подростков или так далее и тому подобное а вот он несостоятельным потому что действительно тот кто захочет стрелять он стрелять будет ну или не стрелять или там взрывать еще что-то делать и так далее тому подобное вот александр дюков тут вконтакте ой в телеграме в своем дает цитату из его послания опять же вот как он получил разрешение на оружие соответственно разрешение на оружие он получил уплатного психиатра до который ему заранее выдала тест с которым он на которой он просто тупо натренировался найдя его в интернете вот то есть все и соответственно таким вот способом все нужные ступени для получения оружия он прошел где он научился стрелять вот научился он стрелять вот в этом замечательном учреждении но вот где у нас готовят частных охранников повышают их квалификацию так далее тому подобное вот замечательное учреждение дпо олимп вот ну и соответственно вот она все благодарственных письмах там в том числе от сбербанка вот можно посмотреть вот наши партнеры вот еще куча всяких таких же совершенно замечательных учреждений куда вот где потом работают эти люди да вот что интересно вот я учился вам погу тут недавно и туда не то что с оружием туда без пропуска электронного войти было невозможно да то есть охрана достаточно там интенсивно такая достаточно интенсивно приставал к студентам вот а тут судя по всему никаких проблем да вот можно посмотреть фотогалерею вот как тут вот замечательно готовят людей вот ну судя по всему что откровенный псих у них учился их нисколько не волновало в принципе так же как вот профессионального психиатра которая обиде такого достаточно проблемного клиента судя по всему отправила его вот к своей платной подруги я уж не знаю может быть они там потом деньги поделили за эту за эту справку вот в общем вот такие вот дела тут же дело не в том что разрешено оружие или запрещено дело дело в том что откровенно ненормальному человеку вот который там уже в течение какого-то времени планирует массовое убийство удалось в очередной раз абсолютно спокойно пройти через все ступени вот через все допуски да вот тут вот девушка из этого самого олимпа да она сразу стрелки переводишься говорит нормально сидел все слушал там и так далее тому подобное мы только его стрелять научили а вот мы не даем разрешение на покупку и так далее тому подобное за разрешением надо обращаться в росгвардию также нужно пройти необходимую медкомиссию ну как мы медкомиссию как он медкомиссию прошел мы видели вот в росгвардии ему тоже дали разрешение представитель росгвардии же принимал у него экзамены ну естественно не обратил внимание на то что молодой человек неадекват нет ну понятно конечно дело в том что они не обязаны быть все врачами психологами да и определять неадекват а вот они могут готовить кого угодно вот они за это никто не отвечают ну выглядел нормальным чем и моему и муж справку дали да ну вот как ну дали справку мы видели вот соответственно все эти вот запреты да там и ужесточение они вполне легко обходятся если речь идет об огнестреле я уж не говорю о том что как нам пишет вот тут гражданин да то есть можно было то же самое сделать и не получая справку на оружие с помощью подручных средств вот ну соответственно больше всего радует вот тут то что пишут что на место происшествия тут же вылетели глава миноборнауки и глава минздрава российской федерации мне вот интересно а что они там будут делать по моему они все уже что от них зависит в этой ситуации сделали то есть я не знаю конечно семья тут тоже за воспитание человека отвечает да но он вырос в нашей системе образования которую соответственно контролирует миноборнауки это он там этих идей набрался да соответственно его так выучили него так воспитали ах да я же забыл у нас у школы отнята воспитательная функция тем более что делать на месте главе минобра ну и глава минздрава это вот да это вот это вот справочка до которую абсолютно сумасшедший персонаж совершенно спокойно за бабло получил уплатного психолога это вот глава министерства образования видимо эти двое приехали в перм полюбоваться на дело рук своих и своих предшественников ну и повертеться перед камерами посвятить лицами и помешать следственному комитету спокойно во всем этом деле разбираться до организую вокруг себя дополнительный хайп вот так что кстати вот тут пошли сразу конспирологические совершенно темы что человек там может быть он подгадал это вот или его кто-то принудил до чтобы что-то там связанные с выборами чтобы отвлечь внимание от чего-нибудь от каких-нибудь подтасовок и так далее тому подобное ну я думаю что это паранойя скорее всего было по-другому так как человек давно это планировал да вот он скорее всего действительно подгадал время потому что на следующее утро после выборов очень велико велико внимание к информационному пространству к информационным лентам но грубо говоря все сидят в соцсетях на новостных лентах и так далее то есть и замолчать вот такое не получится как только что-то проскользнет это сразу вид очень много людей видимо человек именно на это рассчитывал да потому что все следят за результатами а тут вот такой и как бы она сразу понеслось поэтому скорее всего выбора тут ну если и причем то как просто удобная дата да то есть когда вот такому акту обеспечено максимальное количество вниманием вот так вот такие вот мысли у меня по этому поводу ну что я могу сказать что пока мы будем вот наш минздрав минобранаука будут стоять на той линии на которой они стоят ну и вообще все государство грубо говоря да общество будет продуцировать таких людей то есть мы уже видели там и керченского стрелка там еще какого-то стрелка вот запрещайте оружие они будут приходить в школу с самодельными бомбами и не только в школы вот оцепляйте там школы и университеты там колючей проволокой вышками со снайперами они будут взрываться в там мы не знаю в автобусах на остановках в метро метро замечательно вообще там очень много людей вот все толпятся вот это просто понимаете это мода такая сейчас это нам еще везет потому что это вот люди насмотрелись американских фильмов дать и под дневник баскетболиста там и так далее и тому подобное вот и вот у них просто срабатывать на подсознательном уровне что надо идти в школу вот они в какое-то другое место школа в этом смысле не самое удобное место для подобных акций бывает гораздо более такие кровавые варианты не дай бог конечно вот но то есть пока мы не будем нормально своих детей воспитывать именно воспитывать да вот а не натаскивать их там на егэ вот там выдавать справки за деньги и так далее там подобное до воспитывать давать им цель какую-то в жизни чтобы им в голову вот не приходило такого делать ну нет вот им такое в голову приходит консерватория надо что-то поправить да а не бегать потом министру с кучей помощников он же туда ни один приедет наверняка да вокруг вуза подвергшегося атаки и делать сложное лицо что мы тут чем-то вот траляля запретим там усилим и так далее все уже поезд ушел вот так что вот так вот вот все что я имею ввиду пока сказать я не знаю может быть как новая информация но я думаю что тут предельно все ясно берегите себя увидимся